И снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь в парке Шоуа Кинэн Парк. В общем, сегодня здесь проходит Flower Festival. Это фестиваль цветов. Он будет длиться до 28 мая. Но сегодня просто хорошая погода, тепло. Мы приехали на мотоцикле. И сейчас пойдем прогуляемся по парку. В принципе, достаточно хороший, интересный парк. Недалеко от станции Тачикаво. Что-то в этом духе называется. Я точно не помню. Ну, в общем, здесь есть и сакура, здесь есть и всякие другие цветы, как типа ботанического сада, типа деревьев. Тут много очень. Также здесь есть много-много-много цветов. Там мак, например. Булочки с маком. А, нет. Ну, в общем, цветы, короче, да. Да. Булочки здесь не продают. Но при желании можно с собой принести мясо. Мясо. И здесь есть место для барбекю. В общем, здесь можно прям хорошо очень пожарить барбекю. Мы тогда со школой ходили. И здесь прям классно отдохнули. Там внизу велодорожки идут. Вот там внизу. Значит. Можно взять в прокат велосипед здесь, в парке. Со своим нельзя почему-то, я не знаю. Видимо, на этом, ну, как бы, денежку зарабатываю. Хотел сказать по-другому. Ну, ладно. В общем, не важно. Также здесь вот строится новое здание. Небольшой пруд. В принципе, я до этого ходил здесь осенью. Здесь был еще и фонтан. Если вот тут дальше так вот идти в этом направлении, там еще был фонтан. В принципе, можно еще и пофоткать. Тут еще параллельно, чтобы было, скажем так, вспомнить. А то одно видео и, как бы, и не айда вообще. Надо же еще что-то на память оставить. Поэтому, в принципе, в принципе, здесь достаточно интересно. Как с детьми вот люди приезжают, так и просто вот, например, вдвоем здесь с фотоаппаратом. Как вот мы ходим здесь тоже. Там вот всякие поезда ездят. Это для любителей экстрима. В общем, покататься. На поезде, по парку. Потому что водитель иногда бывает, как бы, лихачит. А то есть дети этому только рады. Так, ну что ж. А вот местный представитель фауны. Это Ворон. Ворон Обыкновенный. Ну ладно. Отстанем от ворона. Ну его нафиг. Да, вот здесь вот как раз парковка для велосипедов. Это вот для прокатных. Можно взять здесь прокат велосипед. Ну а мы продолжаем. Мы продолжаем. В общем, немного пройдя здесь, немдальше такой холм с лестницей интересный. И продают еду всякую. Картошка фриб 300 йен там. Эти. Что-то там еще. Краги 400 йен. Сосиска в тесте 250 йен. Напитки по 250 йен. Большие по 500 йен. Дороговато. Дороговато, скажу я вам. Значит, лучше поесть до этого, как мы и сделали. Там вот с северного выхода, этого парка, есть недалеко магазин. Такой супермаркет. И там очень-очень много всего. Ну, еды я имею в виду, конечно. Так, мы здесь. Вот написано. You here. Here, точнее. Так, ну что, мы пойдем, значит, посмотрим. Вон, Plume Garden. Значит, надо наверх подниматься. Здесь такие вот красивые ели у них. Интересно сделаны. В принципе. Дизайнеры постарались, в общем. О, какие крыши здесь интересные. Ну, это какая-то деревня. Античная, что ли. Что-то типа этого. В общем, так жили раньше японцы. Вот в таких вот деревнях. Понимаешь? Это village, old village type. Конечно же, вход сюда закрыт, потому что он работает до четырех, этот деревня. И нельзя, скажем так, тут гавкать или кормить животных. Выпивка или мороженое. Вот. Ну и без смокингов, естественно. То есть, в casual, в каком-нибудь там, в свободном стиле надо приходить. Вот так вот. Так, надо тут еще посмотреть. Может быть, фоточку зафигачить. А то у меня таких фоток вообще нету. Ну, деревень всяких. Хоть это и, как сказать, может быть, давно уже реконструкция деревни, но все равно. Сегодня хорошая погода, хорошее солнце выглянуло. Потому что до этого, где-то полдня, даже больше, тут было, в общем, пасмурно и даже дождик шел. А сейчас прям идеальная погода для фоток. Вон там поезд катается. Неплохо так сделано, в принципе. Там такой пруд. Или даже как, типа, мини-водопадо, родник. Все это вот так течет туда вниз. А внизу там у них стоит дамба. И, типа, мельница. Водяная. Правда, она сейчас закрыта и не работает. Но, в принципе, тоже норм. Там, видимо, в обход как-то вода идет. Поэтому она... О, Сакуру вот, кстати, вот видно. Сакуру. Ну, вот, а мы продолжаем. В общем, вот Сакура. Правда, немного уже подсохла, так скажем. Через час, говорит, парк закрывается. В общем, говорит, сейчас время, значит, пять. Нам надо успеть дойти до цветочков. А то здесь будет мрак, и мы хрен что поснимаем. Вот. Вот красивая Сакура. Кстати, интересно сделано. На одном дереве и белое, и розовое, и красное. Ну, совсем красное, вот как там вот нету, но белое и розовое тоже норм. С кем? С красноватым оттенком. Интересный сорт. Вот там совсем розовое. Вот это вот типичный стандартный цвет, скажем так, Сакуры. То есть, ее даже огородили там специально. Это вот именно для того, чтобы люди туда не заходили, не топтали ней, чтобы она сохранила свой этот самый, скажем так, первозданный вид. А то некоторые приходят, обрывают еще деревья, себе домой уносят там веточки. Это не есть год, как бы. Вот. А вот еще тоже здесь неплохо сделано. Там, там ходят этих. Кто это там? Куры? Или нет? А, нет, там эти ходят. Вороны, вороны. Вот нам еще сегодня надо найти здесь цветы. Желтые, белые, красные. Вот здесь написано. Мы здесь. Там цветущий сад. Рисовые поля. Цветущий сад, что-то он пока не цветет. В общем, надо туда идти, на открытое поле. То есть, вон туда вот. Правильно. Погнали. Хорошая погода. Тихо, свежо, тепло. Мне нравится, если честно. Как летом в России. Вот в точности так же. Хотя сейчас только апрель. Всего лишь начало, не, не начало, середина. Середина апреля. Так, вот туда вот надо. Надо идти. Я до этого здесь ходил. Со школы я, как уже говорил. Мы на барбекю сюда приезжали. Я готовил отразь, как сказать, еду. У меня есть, в принципе, видео, наверное, может кто смотрел. Парк Тачакао он называется. Я тогда еще не знал точного названия этого парка. Но я его назвал Тачакао, так как рядом со станцией Тачакао находится он. И, значит, я готовил, скажем так, русское блюдо. Это жареную курицу, в общем, маринованную, которую просто ножки там, как вот мы делаем на Новый год там или на, ну, как сказать, день рождения. Может кто-то делает, кто-то не делает, я, в принципе, не знаю. Но у нас всегда так было. В нашем городе и у друзей тоже мы вот делали. А, вот там вот желтые цветы видно. Вот, можно посмотреть, где мы. Вот, вот здесь вот желтые, значит, цветы. Там вот еще цветы. И где-то еще здесь должны быть. Насколько я помню, где-то вот в этой стороне еще цветы. А, вот одни, вторые, третьи. То есть надо вот просто идти по дороге. Да, но те еще не выросли. Значит, вот эти и вот эти посмотреть хотя бы. Просто вокруг этого поля пройти. Ну что ж, погнали. Вон, смотри. Какие. Огромные какие цветы. Ладно, мы топтать-то не будем. А то, скажут потом еще. Вот, блин, пришли тут иностранцы. Затоптали, все к ядре не фене, блин. Тут вот даже вот написано парковки, где вело. Парковка номер 29, 100 метров. Круг номер 3. Это вот для тех, у кого есть карта. Там на карте эти все точки обозначены. И можно найти любую точку, скажем так, очень быстро. То есть, чтобы, ну, вот в парке не говорить, я там вот на повороте около дерева с красными там цветами. Ну, ты просто говоришь, там парковка номер 29, все. И там человек смотрит по карте. А парковка номер 29, все, знаешь, туда едет. Ну, так вот быстренько все находится. А, да, да, да. Вот там еще с левой стороны там еще должны быть цветы. Тут, конечно, туалеты. Эти, как их, гальюн. Хотя, нет, гальюн это же на корабле. Туалет, в общем. А здесь вот даже сакура еще осталась. О, мы сейчас поснимаем еще и сакуру заодно. Это вот больше похоже на канолу, из которого делают эти масло. Если вы, может, знали, нет. Как она называется, в общем? В Японии, да? Забыл название страны. Бывает. В общем, в Японии делают масло из растений. То есть, из канолы вот выжимают. То есть, не как у нас из семечек, там, по-солнечным там. А именно из этого выжимают. С травы. Вот из такого, с белыми, ой, с желтыми цветами. И где-то там же должно быть это самое. Еще и красные цветы. Но только уже не канол, а тюльпан или еще что-то такое. Тоже должно быть красиво.